добрый день дорогие друзья сегодня я в своем видеоролике покажу и расскажу как можно красиво оформить интерьер свои стены самой обычной кривовой воде эмульсионной краски и так что нам понадобится для начала нам понадобится стена грубо говоря да как на которую будем наносить краску сделать декор вот нужно подготовить палитру и основание основание мы сначала наносим фоновый слой то есть мы берем нашу стену и покрываем ее фоновой краской в данном случае у меня будут преобладать синие цвета оттенки поэтому я тонирую ее вот наношу синюю фоновую краску на основание подготавливаю все после того как краска у меня будет подсыхать то есть подсохнет я беру палитру в данном случае у меня крышка крышка от ведра где я наношу небольшие порции краски и буду ее тонировать пигментами и не советуем тонировать большом ведре потому что краска когда вы будете макать кисть она у вас просто перемешается и станет однородной поэтому я советую небольшими порциями наливать краску вот тонировать ее и потом кистью наносить на поверхность все вот я нанес краску затем я беру в данном случае шпателем и просто не стараясь и немножечко так вот перемешать цвета опять-таки я это делаю не сильно и стараюсь не допустить чтобы краска смешалась до однородного состояния чтобы она стала там какой-то красной или не знаю другого цвета вот все вот у меня готовое основание теперь я беру кисть широкую и вот данном случае мазками крест-накрест наношу на поверхность мою демальсионную краску я стараюсь сделать за один раз то есть я мазнул все набрал краски еще раз мазнул и стараюсь по поверхности куда я уже нанес краску кистью больше не возвращаться потому что краска смешается и не будет ими таких красивых переливов вы можете носить как угодно можно носить там круговыми движениями крест-накрест там восьмеркой 8 от вашей фантазии да самое интересное что такую работу может выполнять любой человек может выполнять вся семья папа мама дети то есть достаточно интересный забавный будет способ оформить стены допустим самостоятельно своими руками я хочу сказать что краска достаточно крепкий материал при высыхании она очень такая достаточно крепкая и она порой даже не поддается наждачной бумаге шлифованию то есть тоже она поддается но очень очень так она очень крепкая поэтому не стоит бояться что она у вас будет да и краску покупайте старайтесь в магазине собрать то для влажных помещений она более стойка к мытью и к вытиранию вот так выглядит у меня поверхность близкого расстояния еще раз повторяю старайтесь цвета не растушевывать кистью нанесли все макнули снова нанесли если вдруг ребята вдруг что-то там ну не понравилось хоть добавить креатива берете строительный фен самый обыкновенный вот и начинаете подсушивать краску на случай я беру фен и с близкого расстояния сантиметров 20 я начинаю сушить краску и у меня она начинает трещать еще раз самое интересное что мне не нужно лаков каракелюров там ничего такого фен и поверхность все там где краски нанесено немножко больше то есть вот какой-то объем то там начинает трещать более когда дают глубокие трещины там где краски меньше она практически не трещит до краски старайтесь не жалеть когда вы наносите кистью потому что все таки какой-то объем она придает поверхности не будет так плоско выглядеть вот фен разгоняет краску и одновременно делает трещины смотрится достаточно интересно когда краска высохнет она будет очень крепкой кстати после того как нанесли допустим ну как вы потрескали феном вы можете взять какой-то воск можете лазурь можете не знаю чем-то прогрунтовать если у вас какие-то сомнения возникают вот но я например оставляю в таком состоянии как она есть она получается у меня матовая вот неважно она потрескана с помощью фена либо вот оставляю так как я нанес за первым раз кистью я сейчас покажу вам еще один интересный способ в данном видео как можно еще оформить интерьер с помощью той же водоносионной краски вот только немножко другим способом для начала я тоже грунтую основание делаю такой фоновый слой в данном случае у меня будет фоновый слой виден он будет пробивать местами поэтому старайтесь подобрать его по мере своей палитры цветовой все я беру опять-таки свою крышку на живая туда краски копы и пигменты вот стараюсь их сейчас смешать до неоднородного состояния и так немножечко перемешал цвета и все достаточно значит в работе я буду использовать такой специальный тампон вот такой вот этот тампон продается специализированных магазинах поэтому если вы такой не найдете можете взять самый обыкновенный пакет вот скомкать его сжать сделать тоже такой тампон вот методом торцевания макая в краску наносить на поверхность материал вот так вот макнули и нанесли очень просто и удобно то есть опять-таки это может сделать любой человек даже ребенок вот я макаю и наношу на поверхность старайтесь ребята не наносить краску под на одно и то же место потому что краска сольется и у вас не будет вот таких вот красивых такой красивой игры вот этих цветовой вот да такой цветовой палитры не будет вот видите у меня краска уже немножечко начала сливаться и получается такие вот темные пятна все я еще раз отлил небольшую порцию еще раз затонировал вот и опять начинаю наносить вы можете подготовить для себя две палитры там три палитры чтобы одно использовали помыли берете в то же время другую палитру это когда у вас краска подсохнет вы потом можете где-то местами еще добавить вот у меня получилась такая поверхность тоже смотрится достаточно интересно и оригинально ребят если вам понравилось видео ставьте лайки пишите в комментариях что вам понравилось что не понравилось задавайте вопросы удовольствием них отвечу спасибо за внимание всем пока